9 часов местное время на канале Россия 24. Подводим итоги уходящего дня в студии Олег Тюрин. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Ульяновские фермеры делятся опытом с коллегами из Татарстана. Что понравилось гостям? Расскажем в выпуске. В Солдатской Ташле заработает палеотивное отделение областного клинического диспансера. Какая работа уже ведется и когда ждать открытия медицинского учреждения? Через пару минут. Работают над улучшением условий жизни ветеранов. Об итогах заседания регионального Оргкомитета Победа смотрите в конце выпуска. Опыт ульяновских фермеров-предпринимателей решили перенять соседи. В Ульяновске побывала делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Ее возглавил замминистра сельхозведомства республики. Главная цель визита – обмен опытом. Ульяновская область – один из передовых регионов по реализации федерального проекта развития потребительской кооперации. Оценили гости и меры поддержки фермеров со стороны правительства региона. Нам понравилось, что министерства смогли достигнуть такие параметры, как устанавливать предельный уровень низких цен – 17,40 рубля для летнего периода. И за этот кооператив выплачивается из бюджета 2,20 рубля поддержки. Для наглядности примера гости посетили кооператив «Инзамолпром», руководителем которого является Алексей Ариткин. Получив грантовую поддержку на общую сумму 10,5 миллионов рублей, кооператив организовал закупку молока у сельского населения, его переработку и торговлю молочными продуктами. За два года работы предприятие расширило линейку ассортимента до нескольких десятков наименований. Молоко, топленое молоко, отборное молоко, мы делаем ряженку, мы делаем кефир, мы делаем йогурты, несколько видов. Творог на любого покупателя. Хотите обезжирный творог, получите обезжирный. Пятерка, девятка и даже 18% творог мы тоже сделаем. На сегодняшний день «Инзамолпром» продолжает развитие материально-технической базы, закупает дополнительное оборудование, совершенствует маркетинговую программу. Готовы они внедрить на рынок и свое ноу-хау – новый продукт на основе молочной сыворотки. Добавляю туда сахар и добавляю туда дрожжи. Вот вчера уже первую партию пробную я попробовал. Обалденный получается квас, а крошка из него просто супер. Производство кваса на молочной основе предприятия планируют запустить предстоящей весной. В августе 2021 года в Солдатской Ташле заработает палеотивное отделение областного клинического онкодиспансера. Медицинское учреждение разместят в помещении старой земской больницы, где сегодня функционирует только пять коек дневного стационара. Здание дореволюционной постройки капитального ремонта не видела с момента основания и сейчас требует немедленной реставрации. Каждый из нас хочет тепло, светло и уют. А у нас, посмотрите сами, у нас течет крыша, дует в окна, некрашенные полы, скрипят. Комфорт не существует. И чтобы комфорт появился как можно скорее, проектные работы начались уже сегодня. Образцы грунта сданы в лабораторию. Сейчас готовится отчет о выполнении инженерно-геодезических и геологических исследований. Фасад здания будет сохранен, как исторический памятник. Но внутреннюю начинку мы сделаем под нужды, под современные технологии. Масштабная реконструкция коснется и благоустройства прилегающей территории. Для удобства пациентов и посетителей окрестности больницы изменятся до неузнаваемости. Проход территории облагородить, осветить с точки зрения электроосвещения. Сделать асфальтные дорожки, чтобы людям было комфортно. Сделать стоянку, чтобы людям было комфортно на своих машинах подъезжать. Если все пойдет по графику, уже через полтора года в обновленном помещении разместится круглосуточный стационар на 20 коек и врачебная амбулатория. Параллельно с проведением капремонта будет вестись подготовка персонала больницы, что уже на первых порах решит кадровый вопрос. В Кузоватовском районе прошло заседание регионального оргкомитета «Победа». Перед его началом первые лица области возложили цветы к памятнику кузоватовцам, погибшим в боях. Уже позже за столом поговорили о грядущем праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К 9 мая необходимо привести в должное состояние все памятники, монументы и вечные огни в каждом муниципальном образовании, заявил губернатор. Очень важно предусмотреть и внести в наш основной региональный план федеральный проект. Мы с вами хорошо их обсуждали по определенных кругах гелевого договора. А все российские акции «Снежный десант», «Лес Победы», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата» и многие-многие другие. Обсуждали также улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов. В центре внимания властей должен быть конкретный человек, его нужды, заботы и интересы. С ноября мы начинаем уже повторный обход всех ветеранов для того, чтобы продолжить свою работу. Большую задачу, которую мы ставим для себя, это, конечно, организация работы с фондом социального страхования для того, чтобы полномерно и полностью обеспечить техническими средствами реабилитации ветеранов, которые предписаны индивидуальной программой реабилитации, а также с натурным курортным лечением. В соответствии с указом президента, почти 6 тысячам ветеранов вручили сертификаты на улучшение жилищных условий. Более 30 участников боев в этом году получили поддержку на проведение ремонта. По словам Сергея Ермакова, в регионе осталось всего 364 человека, которые принимали участие в боях Великой Отечественной войны. Дети войны. Да, когда принимали мы закон о детях войны, в 2011 году Сергей Иванович подписывал документы, было 121 тысяча категорий детей войны. Сегодня, доложила Ольга Михайловна, у меня эта цифра так же. 73 тысячи 448. Вот эта категория не требует тоже особого внимания, потому что они и детства были лишены, и здоровья были лишены, и нормальной жизни были лишены. А они помнят войну. На оргкомитете утвердили региональный план мероприятий по проведению в области в 2020 году года памяти и славы. В завершении Сергей Морозов вручил свидетельство о занесении в региональную книгу почета героя малой родины, жителям Кузоватовского района. В частности, Татьяне Казаковой, заслуженному учителю России, которая проработала педагогом в школе 42 года. В музеях Ульяновской области стартовал очередной марафон. О проекте «Музейная неделя» сегодня речь пойдет к теме дня. Гость в студии – заместитель директора Ульяновского областного краеведческого музея Валерия Лосева. Смотрите программу сразу после нашего выпуска новостей. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Сразу после смотрите информацию о погоде. До встречи. Добрый вечер. В студии Ирина Шмыгова и сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от нуля до пяти градусов тепла. В Ульяновске плюс один, плюс три. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем вероятность осадков небольшая. Ветер северо-западный слабый до умеренного. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Завтра днем по области от двух до семи градусов выше нуля. В Ульяновске плюс четыре, плюс шесть. На этом о погоде все. Всего вам доброго.